В большинстве происшествий с участием детей на дорогах Карелии виноваты взрослые, утверждают в ГАИ. И чаще всего страдают дети-пассажиры. С начала этого года зафиксировано 66 ДТП с участием несовершеннолетних. Всплеск случился в сентябре. Погибли двое. Об одном из трагических случаев, произошедшем 3 сентября в Лоувском районе, напомнили на круглом столе, посвященном детской дорожной безопасности. Мама везла четырех детей. По месту проживания отвлеклась. И съехала в кювет, машина перевернулась. И 12-летний ребенок, сидевший на переднем сиденье, был пристегнут, но получил травмы несовместимые с жизнью. Около трех десятков детей госпитализируются в больнице ежегодно, как правило, с тяжелыми травмами, которые требуют оперативного лечения, интенсивной терапии и длительной реабилитации. Травма, которая превалирует преимущественно, черепно-мозговая травма. Далее уже переломы нижних конечностей, это больше голени. Остальное все скелетная травма, то есть тут уже по-разному бывает. Сегодня в Карелии идет огромная просветительская работа с детьми, начиная с дошкольного возраста. Но ситуация говорит о том, что не меньше внимания нужно уделять родителям. Простой пример, когда в рамках проекта «Скутер» это серьезно, когда мы совместно с байкерами пытались достучаться до родителей, не приобретать подросткам в 16-15 лет скутера или мопеды, потому что на самом деле это опасное средство передвижения. К сожалению, родители идут на то, чтобы купить своему чаду это опасное средство. Ребенок буквально через некоторое время попадает у нас в ДТП. В течение недели безопасности автоинспекторы проведут встречи с родителями школьников. Взрослым разъяснят особенности обучения детей правилам безопасности на дороге. Напомнят о важности использования свето-возвращающих элементов в темное время суток, ведь впереди особо аварийное время. Когда на улице еще нет снега, рано темнеет и дождит, а дети, как и взрослые, еще не привыкли после лета к городскому интенсивному движению. Одной из важных тем со взрослыми станет перевозка несовершеннолетних в автомобиле. С юными участниками движения сотрудники ГАИ и педагоги проведут обучающие занятия, лектории, тренинги. К мероприятиям присоединяются активисты общественных организаций, представители министерств и ведомств. Анжела Дорбышевская, Станислав Шведов, Служба новостей.